Безжалостная война в Украине ежедневно уносит жизни и разрушает дома и будущее. Но мы боремся, каждый по-своему. Я Андрей Данилевич, и я рассказываю истории войны наших людей. В них страдания, боль, потери, но в них и вера в неизбежную победу нашего народа. В последние 11 лет семья Ирины Ивановой жила в селе Блистовица, в 6 километрах от города Буча в Киевской области. На второй день войны муж Ирины пошел в терраборону. Она осталась с двумя детьми – 15-летним Иваном и 9-летней Дашей. Первая попытка самостоятельно эвакуироваться обернулась трагедией. Российские военные убили сына Ирины. Я стала уже задумываться о том, что как бы нам уйти из этого села. Беру волю в кулак, звоню мужу, консультируюсь, ездить на дорогу. Он говорит, езжай на Житомирскую трассу, как я тебе говорил. Вокруг меня начались взрываться их петарды. Такие разрывные бомбы, горящие, подлетают и разрываются. Я ничего не видела, кроме дороги, держала руль со всех сил, что могла. Моя Даша сидела возле меня на переднем сиденье. Она умничка, действовала, соответственно, обстановки. Она спустилась ниже сиденья. Слава Богу, ей только прострелили подфель, не задели ее ни грамма. А мой голубчик, сыночек, у него началась паника. Он не слушал, не понимал. Он просто стоял сзади, вот так, удержался за мое сиденье и задашенное, был фактически мишенью. Бог нас вынес из этого ада. Мы остановились в километре на прямой трассе, которая вела к нашей даче. Я открываю дверь и говорю, детки, пошли быстренько, надо бежать, потому что нас сейчас догонят и расстреляют. А Ванюшечка на машине сидит, говорит, мама, мне руку оторвало. Я смотрю, у него две ручки есть в рукавах. Я говорю, Ванюшечка, а то тебе может кажется, говорю, сыночек, давай, пошли, солнышко, нас. Я думала, что у него просто психоз, аффект, невроз. Он в панике, он уходит из машины и падает, как будто мертвый, упал. Я говорю, понимаю, Ванюшенька, сынок, он опять падает. Я смотрю, у него здесь, открываю грудь, у него здесь кровь. У меня было полотенце, приложилось сюда полотенце. Я говорю, сыночек, прошу тебя, мы не можем стоять. Мы сейчас, каждую секунду нас могут догнать и нас расстрелять. Прошу тебя, пожалуйста, ползи, ползи, двигайся. Я прошла немножко перед Дашунечкой, говорю, Дашунечка, что же нам делать? Мы же не можем Ванечку бросить, надо как-то его забрать. А Дашуня побежала к Ване, потом прибежала ко мне, говорит, Ваня сказала, что нас догонит. Я подумала, что действительно у него просто шок, и он, ранение легкое, и он нас догонит. Дошли до дома, я посадила Дашу домой, закрыла ее сумками, говорю, Дашунечка, сиди. Я пошла искать людей, стала звонить, звоню маме, что такое случилось? С мамой нашла службу после спасения, а там у нас просто адбук, конечно, никто не приехал. Стала звонить в Пучанскую полицию, в Пучанскую больницу, никто не... Говорят, в комендантское время мы не приезжаем, больница говорит, вы должны к нам привезти больного. Соседка там у нас через дорогу, Тамара, иду, говорю, Тамарочка, помогите, помогите моего ребенка с поля, раненый лежит, забрать. Пошли через поле, где-то метров сто до нашей машины, а там эти ублюдки, 15 машин стоит, и они ходят с автоматами. Увидели нас двое к нам, приблизились с автоматами, я подняла руки, говорю, не стреляйте, там мой ребенок раненый лежит, хочу забрать ребенка. Раненый, там какой-то труп лежит, они мне говорят. Дошли до Ванюшечки, он лежал скрученный, вот такой окостеневший, глаза открыты. Я говорю, подвезите мне ребенка, говорю, до поворота, это нам не положено, берите тачку, возвращайтесь, забирайте. У него была здесь на сердце такая, такая вот трехсантиметровая дырка была в сердце, и как сейчас я понимаю, это было сквозное ранение, оно выходило вот здесь, вот здесь, вот оно выходило. Он похоронен у меня на участке, я обозначила их голову крестом, сделала крест из досок и шнурку пояса халатного. Эвакуировались до Белогородки, оттуда в Киев к моей маме, а оттуда уже через 10 дней Бог нас донес, по-другому не скажешь, в Германию, где мы сейчас и находимся. Материнское горе безутешно. Сколько матерей потеряли своих детей в этой страшной и несправедливой войне. Это история о 15-летнем Максиме из Чернигово, который вместе со своим старшим братом пытался выехать из оккупированного города. Страшную новость о гибели младшего сына его мама прочитала в СМС-сообщении. О случившемся я узнала примерно в 9.30 вечера 9 числа, когда прилетела в Польшу. Вот. И сразу открыла телефон для того, чтобы прочитать сообщения от детей, как они выехали из Чернигово. Сразу увидела, что почему-то нет ответов. Вот. И потом увидела уже сообщение в Айбере от моего первого мужа, от папы детей, о том, что дети попали под обстрел. Что машину обстреляли из танка, а Максим в похипном месте. Вот. Что маму Дианы тоже убили. Диане отстрелили два пальца. Вот. И Саша, слава богу, жив. К сожалению, тела Максима и Иры мы до сих пор не нашли. Где-то через 5-7 дней после этой трагедии мы узнавали в Мурге Чернигова. Нам сказали, что похожих тел нет. Мы постоянно ищем кого-то, кто может помочь нам узнать, забрали ли их вообще оттуда. Есть информация, что жители села, где это все случилось, в тот или в следующий день просто забрали всех и похоронили у себя в селе. Мы будем очень благодарны всем, кто сможет нам помочь узнать, забрали ли вообще оттуда тела. И кто сможет помочь нам какой-либо информацией о местонахождении моего сына и мамы Дианы. Оксана рассказала, за неделю до трагедии был тяжелый разговор с сыном про войну. Тогда она спросила, боится ли он. Максим ответил, нет, мама, я не боюсь. Я вообще не боюсь умереть. Мальчику было всего 15. Это кадры его последнего дня рождения. Страшные преступления оккупантов. Оборванные молодые жизни. Но наказание обязательно последует. Антонина Лесик – ландшафтный дизайнер, известный украинский блогер и телеведущая. До войны Антонина вместе с семьей жила в загородном доме, ухаживала за своим роскошным садом и делилась со своими зрителями секретами садоводства и кулинарии, которыми увлекалась, переехав из столицы ближе к природе. Окупанты разрушили уютный дом семьи и уничтожили красивейший сад, в который было вложено так много труда и любви. Я садовый блогер и телеведущая. Мы жили в загородном доме, у меня был большой сад, огород, цветники, где я выращивала овощи, фрукты и готовила из них полезное блюдо. У нас была счастливая жизнь, мы имели много планов, у меня было много проектов, мы хотели счастливое будущее для своих детей. Наш дом был всегда наполнен смехом, у нас много друзей и родственников, с которыми мы проводили время. 24 февраля Россия напала на Украину. В этот день меня разбудил муж словами «Вставай, началась война». С тех пор моя жизнь разделилась на «до» и «после». Мы собрались за несколько часов, взяли только самое необходимое, забрали детей и родителей и покинули наш дом. Как потом оказалось, это было правильное решение. Мы живем в районе Буча и Ирпеня, и от этих городов практически ничего не осталось. Наш дом также не обошли стороной. Эти танки и сейчас лежат напротив входа в мой дом. Здесь было большое танковое сражение по освобождению этих территорий. Мой дом был оккупирован русскими солдатами. Потом, во время боев, ракета попала прямо в дом родителей, и он был полностью разрушен. От ракеты случилось возгорание, и все, что не разрушилось, то сгорело. Остались только вот эти воронки и обломки. В этом доме была вся их жизнь, наверное, как и у каждой семьи. Все ценные вещи, милые письма, детские рисунки, семейные альбомы, фотографии, иконы, рушники. Также похозяйничали русские солдаты. Они жили тут больше месяца. Все внутри разрушено, ограблено, перерыто, убито. Собака, видно, она мешала спокойной жизни в гостях. Простреляны стены, выбиты все стекла. Вся мебель и все, что внутри, изуродовано. Детскими книжками растапливали камины, тушили сигареты, мебель. Мне очень жалко свой сад, который также очень пострадал. Многие деревья упали от взрывной волны, остальные были разрушены уже от перестрелок и бомбежки. Но земля затянет свои раны. Она обязательно будет снова расти и цвести. Я восстановлю свой сад, посажу еще больше растений. Мы отстроим дом родителей и наведем порядок в своем доме. Но я боюсь, что раны моей души не затянутся никогда. Я не смогу это забыть, я не смогу простить, что моя жизнь в один момент была разрушена, что мои дети это видели и это слышали, эти взрывы и бомбы. То, что они лишились этого счастливого рая, где мы жили всей семьей. 47-летний Алексей Пестов два года работал монтажником на заводе Ильича в Мариуполе. 24 февраля, когда началась война, их с коллегами отправили домой. В первые дни войны мужчина жил в своей квартире, пока ее не разбомбили. Под обстрелами он выходил в город, чтобы найти продукты для соседских женщин и детей. Однажды Алексей решил выбраться из оккупированного города. На одном из российских блокпостов его пытали и чуть не расстреляли. Чудом удалось спастись, вспоминает Алексей. Свою историю он рассказал нам. Я снимал квартиру на восьмых воротах около завода. Мы должны были зарплаты, да? Ну, а тут началась война. Я не успел выехать, потому что бои были очень большие. Я жил на пятом этаже. Я только думал, чтобы только не по домам они лупились. Из часов десяти вечера я уже выучил, до часов двенадцати авиабомбежки идут. Только дом такой трясет. Весь месяц я пробыл, получается, во время вот этой войны в Мариуполе. Я ходил под обстрелами в район Кирова, там вообще страшно. И тут автоматная очередь. Дома горят, четырнадцатиэтажки. Ну, просто я такое в кино видел, но реально на себе ощутил. Что находил картошку, муку, где даже какие-то конфеты. В разбитых магазинах все забирал, приносил, раздавал детям. На консервы находил, крупы находил. Магазины сгорелы до такой степени. Я там в той саже собирал их. Я больше отдавал, потому что маленькие дети, они кушать хотят. Пусть даже я день-два не поем, лучше пусть ребенок поедет. Возаправки смотрю, там написано заменировка. Еще какой-то мужчина шел. Пошел возаправку, я ему плечу, не ходи, там написано заменировка. Ты видишь, он там махнул рукой. Ну, я себе пошел. Потом слышу такой взрыв. Ну, и полетели руки. И просто разорвали. 26-го, как упала авиабомба очень рядом с домом. Разрушила квартиру, дома, рядом все повылетало. Ну, это была одна. Потом вторая, когда меня откинуло волной об стену. Просто мне повезло в том, что двери вырвало как бы с петель в сторону подъезда, вовнутрь. А если бы вовнутрь квартиры, то просто меня бы живого не осталось. Заверстел град, все повырвало. После этого мы одну ночь переждали в подвале и начали убираться просто подальше с этого ада, потому что очень страшно все было. Мы проехали пять блокпостов по Мариуполю. Брудей там было много, две-три тысячи, еще больше. Записывали и отправляли людей на Донецк и на Ростов, все. Мне надо было попасть в Славьевск. Я еще думал, как это было. Сформировалась колонна. Проехали очень много блокпостов. Людей забирали, телефоны, деньги забирали. В 11 мы выехали где-то часов 8, только мы были в Васильевке. Зашел тоже какой-то русский военный. Он говорит, раздевайся. Я разделся, у меня наколка, там, мишень. Он, где делал наколку? Я говорю, да эта наколка еще с 96-го года. Что ты врешь? Давай тысячи минут автомат. Он такой говорит, бери покую. Мне надели на голову пакет, сумки забрали в легковую машину, повезли. Кинули меня в камеру, забрали документы, сумки, телефон. Все. Я там два дня пробыл. Не знал, что со мной произойдет. Что со мной будет вообще. На второй день меня выпустили, взял на поезд. Это бешенца в Запорожье. У нас было полторы тысячи человек. Так я добрался, получается, допирался где-то 10-11 дней. Он отложил в сторону хирургический скальпель и помогает тем, кто сейчас на передовой. Через на лицевой хирург Станислав Стойков вступил в ряды теробороны и обеспечивает лекарствами и продуктами мирных жителей, которые живут в городах и селах на линии фронта в Запорожской области. В один из таких рейсов вместе со Станиславом отправилась и наша съемочная группа. В багажнике Станислава всегда много вещей и продуктов. После российского вторжения доктор сменил скальпель на автомат. Все хирурги, они адреналинозависимые люди, потому что вся наша жизнь связана с определенными рисками. Поэтому что-то похожее есть. Нету такого. Если ты хирург, ты не можешь бежать от чего-то страшного, потому что ты не доделаешь операцию до конца. Ты должен закончить. В теробороне Станислав занимается решением гуманитарных вопросов. Неразрешены выходы на нулевые позиции, на первые. Это можно доставлять туда медикаменты, пищу, средства и гиены, различной гуманитарной помощи. Чем с Оксоном мы сегодня и занимаемся. Дорога очень быстро пустеет. Хотя раньше здесь всегда было много машин с отдыхающими, которым нравятся курортные городки на побережье Азовского моря. В селе, в которое мы приехали вместе со Станиславом, до войны проживало около двух тысяч человек. Здесь было фермерское хозяйство и школа. А сейчас все разрушено. Многие дома сгорели. Жителей осталось не больше 30 человек. Непонятно, то ли живем, то ли выживаем. Ближайший магазин за несколько десятков километров. Я и сегодня хотел туда пойти, но почему-то ездил туда с собаками, ездил, давал ей. Бачил, как был обмен телами у нас здесь на мосту. И я знаю, что после обмена они всегда начинают, выжидают время и стреляют. Я не рискну, потому что это как раз в той стороне. Для селян визит волонтеров – связь с внешним миром и подтверждение того, что их не оставили один на один с войной. А у нас связи здесь нет. Уже четыре недели вообще Киевсар не ловит. Даже и на той стороне не ловит. И у нас же и телефоны заряжать. Дома этого мужчину ждет его жена. Две недели назад она получила осколочное ранение. Не успела добежать в укрытие во время обстрела. Женщина еле стоит на ногах и просит Станислава осмотреть рану и помочь с лечением. Низом там бомбили, мы там управлялись. Смотрим за хозяйством. А теперь оно болит. Я же верила отсюда до сюда вот так вот болит. Сама кость уже болит. Вот это вся кость болит. Вот там внутри. Вас вытаскивали от этого оскольки, правильно? Да, мы из сети Надей вытаскивали. Станислав успокаивает. Кость цела, а боль возникла в результате разрыва связок. В аптечке доктор находит лекарство для женщины. А тем временем ее муж рассказывает про обстрел. Мне как-то было бы, знаете, безразлично. Тревога – это не для меня тревога. А вот когда начала рядом падать, когда меня начало уже уши залаживать. Когда нас с тобой чуть не прыгнул. И когда с меня вот так осколком шапку сняло, вот тогда я уже почувствовал, что такое страх. Понимаете, я, наверное, не почувствовал, что такое страх, а я, наверное, осознал, что жизнь дороже. Я теперь слышу, и я стараюсь как бы быть в укрыке. А когда рядом стреляют, такое ощущение, что у нас просто там похоронят за эти погреби. Потому что погреб не рассчитан просто для этого. Живя под артиллерийским огнем, селяне теперь по-своему воспринимают, что такое безопасность. Есть дома вокруг, то есть можно заскочить, если что, куда-то, в подвал или под забор. Вот такое дерево – это уже безопасно. Владимир и Юлия тоже остались в селе помогать местным. Присматривают за домами соседей, спасают их вещи и тушат пожары после обстрелов. Мы много людей отсюда вывезли, из-под обстрелов вывезли, когда никто не мог вывезти. Когда приходили с детьми под обстрелами, мы помолились, и слава Богу, Бог давал такой приют, когда мы выезжали. А потом, когда обстрелы, здесь загораются дома, и мы с женой бежим тушить, чтобы жилье не погорело. Несмотря на страх и сложные условия жизни, супруги сохраняют оптимизм. И благодарят Станислава за регулярную помощь. Каждый день нас обстреливают, звучат выстрелы, света нет, воды нет. Что делать? Дров тоже нет. Вот видите, воины привезли. Если бы не эти вояки, наши защитники, мы бы были без воды. Как бы ужасно это ни звучало, местные жители привыкли к войне. Мы не ждем, откуда прилететь. Вот сейчас мы тихонько стоим, а вот там вот, видите ли, вся полоса, вот они находятся там, окупаются. Вот они откуда-то встают, а мы будем бежать в подвал. И надо успеть. Надежда до войны была социальным работником. Сейчас занимается волонтерством. Подкармливает брошенных, соседских животных. Уезжать никуда не собирается. Это же наша. Это наша земля. Понимаете, а кто тут останется? На всей улице. А кто покормит этих собачек? А кто раз несет хлеб или что-то? Приготовит еще угостить чем-то? Раздав гуманитарную помощь, Станислав говорит, что пора возвращаться. Он рад, что застал всех живыми и здоровыми. Можно прилететь, когда уводят каждый сего. Поэтому это классно. Это, конечно, что мы съездили, успели все раздать. Главное, что же все остальное. Завтра мы в 11 часов выезжаем из города и так же сам едем. С 2014 года она дала больше 500 концертов на передовой. Заслуженная артистка Украины, солистка национальной филармонии и ансамбля вооруженных сил Украины Ярослава Руденко. С началом полномасштабного отторжения российских войск в Украину певица не стала покидать столицу. Осталось, чтобы помогать нуждающимся. Было очень страшно, но поступить иначе, говорит, она просто не могла. Помню, то утро 24 февраля. Я крепко спала. В 7 утра я проснулась от звонков родных и знакомых, которые кричали в телефонную трубку, что началась война. Паники у меня не было, но у меня в душе была какая-то непонятная тишина, которая меня пугала. Потом, когда пришло полное сознание того, что я не могу изменить ход событий, это начало меня беспокоить. Взяла телефон, начала писать волонтерам, военнослужащим, моим друзьям. Сказала, что в любую минуту, в любую точку могу приехать как артист. И уже 26 февраля я пела недалеко от Бучи, от Ирпеня. За мной приезжали военнослужащие на своих авто. Несмотря на то, что в начале марта ситуация в Киеве и Киевской области усугублялась, Ярослава продолжала оставаться в столице. Она выступала перед военнослужащими и жителями города. Дом Ярославы находится в Бучанском районе. Вместе с мамой, преподавателем Надеждой Кривошеевой, они единственные, кто остался на их улице. Все соседи выехали. Меня соседи попросили присмотреть за их домами. Я отчаянно ходила, поливала цветы. Было очень страшно, когда стрелы усиливались. И мы уже слышали о зверствах в Буче и Ирпене. Подвала у нас в доме не было. Мы не думали, что он нам понадобится. Самое трудное, когда комендантский час, и ты сидишь в доме и считаешь, где и сколько раз взорвалась и выстрелила. Страшнее всего было по ночам, признается Ярослава. Днем вместе с мамой они выходили в город и пешком шли несколько километров, чтобы помочь пожилым людям, бездомным и брошенным животным. Мы с мамой занимались еще волонтерской деятельностью. Очень много пожилых людей, нуждавшихся, чтобы им привозили медикаменты, продукты. Мы занимали очереди в аптеке, стояли по два часа на холоде, чтобы людям найти корвалол, разные препараты редкие. Ярослава и ее мама Надежда родом из-под Полтавы. Выросла заслуженная артистка Ярослава Руденко в селе Рудка. Последние годы часто приезжала в родной сельский дом к бабушке и деду. После смерти бабушки Ярослава и ее мама перевезли деда Гришу в столицу. Я думала, что ему труднее всего будет перенести войну, ведь он знает, что такое война, что такое боль утраты, что такое голод и страх. Дедушка легче всего воспринял полномасштабное вторжение России в Украину. Он говорил, если придут расисты в мой дом, они пожалеют, что пришли. Он нас уверял, что все будет хорошо, и эта поддержка собирала нас и придавала нам оптимизма, силы для борьбы и вдохновения. Сегодня солистка ансамбля вооруженных сил Украины Ярослава Руденко продолжает оставаться в Украине. Она помогает нуждающимся и поддерживает боевой дух военнослужащих и всех своих земляков общением и украинской песней. Мы все вместе встали в борьбе против российского агрессора. Это уникальное явление, и я горжусь, что я украинка. Хочется, чтобы мы все вместе отметили победу, чтобы все вместе поднимали нашу страну, отстраивали ее, и чтобы мы вместе спели в ближайшее время нашу украинскую победную песню. А у нас песен очень много. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Украинский флаг снова будет развиваться во всех городах. свободной, сильной и независимой Украины благодаря усилиям всех, кто сейчас обороняет нашу страну. Я благодарю всех, кто сражается на передовой и помогает в тылу. Я Андрей Данилевич, и я буду рассказывать истории войны наших людей, чтобы этот ужас прекратился и больше никогда не повторился. Будем жить и помнить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok